Отдыхаем на природе, погода супер, солнце, это Астрахань. Всем приятного аппетита. О, нифига себе, не знаю, что-то здоровое. О, смотрите, у него какое пузо. В общем, сейчас задача сварить уху, поесть настоящий астраханский ухид. Парни лошадьца, пахнет таков вкусно. Офигеть. Просто происходит просто жесть. Че, парни, убегаем в этот бункер? Прибыли. Сейчас будем грузиться и поедем к Раиле на остров. Раиле! Русик там что-то крякает. Походу, Русик там базу захватил. Так, ну че, добро пожаловать в Астрахань. Наконец-то мы добрались. Год здесь не были. Не знаю, чем это закончится. Нам будет интересно. Сколько лет, сколько зим. У Раиля два новых домика. Мы их и приехали, собственно говоря, обновлять. Вот в таких королевских удобствах. Фу-сизм, пять звезд. Мы будем сегодня ночевать. Я живу с Мишей. Как обычно. Все новенькое, чистенькое. Даже обуви не хочется ходить. Так, а это Володя наш друг. Он Камчатский наш друг. Мы познакомились на Камчатке в поездку. Главное, что кровать крепкий и матрас нормальный. Саня Болдышев с нами. Правда, матка у него погоняла. Он всегда говорит правду. Саня, скажи какую-нибудь правду подписчику. Успеем еще что-нибудь рассказать. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Сейчас мы вам покажем, как в Астрахани встречают дорогих гостей. На самом деле здесь всех так встречают. Потому что здесь все гости дорогие. Но то, что здесь делают повара, это просто невероятно крутая вещь. Не забыли. На самом деле, мы сейчас попали из Астрахани. Пускай будет так. Ну и по-моему. Это всегда есть повод. Повод для того, чтобы отметить то, что у нас случилось. Меня за что забыли? В общем, ребят, мы решили провести небольшой эксперимент. У нас есть фанаты угля и говорят, что на кирпичах самый вкусный шашлык. Я с ними тоже могу согласиться. Но у нас есть еще и газовый гриль, который охрененно удобный. И мы сейчас зажарим 2 партии мяса. Баранину сейчас пожарим на гриле и на углях. И завяжем ребятам глаза, положим каждому по кусочку. И, соответственно, чтобы завязанными глазами люди проголосовали, что же вкуснее. Интересно, чем этот эксперимент закончится. А на самом деле я считаю, что на газовом гриле вкуснее, потому что чистый вкус мяса. Если у вас хорошее мясо, не вонючее, оно само по себе очень вкусное. Можно очень сырым есть. Если его немножко поджарить хорошенько, это будет невероятно вкусно. Без всякого дыма, без канцерогена, потому что на углях весь жир капает на уголь и горит. И обратно идет на мясо. То есть мясо получается в канцерогенах. А здесь, смотрите, есть специальная тарелочка, куда падает весь жир. И за счет этого мясо получается невероятно вкусно. Но главное, чтобы было хорошее мясо, конечно, да. Это будет честная битва. Отвечаю, ребят, если выиграет гриль, я скажу, что гриль. Если выиграет уголь, я скажу, что уголь. Окей, здесь все равно преимущество есть. Во-первых, он мобильный, его не надо с собой, так сказать, нет запаха дыма. То есть одежда не воняет. Домой приходите, все говорят, куда девать эту одежду. А здесь жаришь и кайфуешь. И самое главное, вы куда угодно можете с собой взять. Так, ну все, мы закрываем и ждем. Пусть оно нагреется. Ребятки, смотрите-ка, у нас сегодня молодой барашек. Как многие любят говорить, нецелованный. Смотрите, какая кореечка. Сань, как определить второго барана от молодого? Ну, во-первых, это запах и по цвету мяса. А еще косточка. Очень важно, чтобы косточки были тоненькие. Вот посмотрите, какие. То есть если тоньше мизинца, то барашек точно молодой. Раэль, ну что, когда ты будешь ставить штуки? Уже 2 часа ждем твоих углей. Раэль, ну что, когда ты будешь ставить штуки, уже 2 часа ждем твоих углей. Зарубал ты, ребят. Сань, давай доставай один, и я один достаю, и мы начинаем. Все, парни, давайте, погнали. Никто же не знает, какое где мясо, а вот куски мяса, никто же не понимает. Памам, первый в 2 кусочка пробуй. Раэль, иди тоже. И второй. Ну, давай, по ощущениям, по запаху. Дай мне его панюк сначала. Ммм, вот это нежно. Кайф. Вот это тебе больше пора? Зачитывай, а ты прямо туда. Я вспоминаю. Ну-ка передавай, да, сюда. Спиной останови. Нет, я тогда уберу. У этого дымчатый вкус. Вот это, правда, да? Это Даня. И вот это более такое, я согласен, более нежное. Более нежное получилось? Да. То есть оно в нем... Давай, да, счастливое, да, Сань? Оно такое равномерное получилось. Ну, в принципе, и то, и то неплохо, но вот по мне по суши поинтереснее. По суши поинтереснее? А какое суши было? В какой руке? Первое. Вот в этой руке было суши? Это мангал. Это мангал, а вот это гриль. Ребят, я сам готовил, но мне сейчас Миша дал 2 экземпляра. И непонятно, где какой. И непонятно, по цвету они, в принципе, одинаковые. Попробую по запаху отличить. Вот это, мне кажется, это с углей. Не знаю, первый кусок было намного вкуснее. А второй им был. Мне кажется, немножко не доготовленный, не дожаренный. Как-то такие-таки впечатления. Давай я теперь попробую. Нежное, офигенное мясо. Но я понимаю, где какое, поэтому у меня субъективное будет мнение. Мясо получилось офигенное, что там, что там. Вопрос именно только в удобстве пользования. И кому нравится дымок, либо он есть, либо его нет. Вот это вся разница, в которой в мясе получилось. Погнали за стол. Всем приятного аппетита. Паша, садись быстрее, есть шашлык. Ну что, мы подводим итоги голосования по мясу. И реально ребятам очень многим понравилось, как приготовлен барашек на углях. Потому что он дал определенный запах, корочку. Поэтому, как мы и сказали, готовьте как вам по кайфу, как вам нравится. Главное, чтобы было офигенное мясо. Никогда не будет реально единого мнения. Поэтому открываем очередную бутылку шампанского и идем за стол. Главное взять классную мачете. Пробую, кстати, первый раз, никогда я в жизни не делал. Офигенно. Ощущение классное, кстати. Попробуйте когда-нибудь. Погнали. Ну что вы, господа, ну что ты, куда ты такой, Саша, ну куда так. Да. Ну, не погоди, не ем вас. Ребятки. Надо первый раз прогреться. С легким паром. О, хорошо, боже. Вот только отъел здесь. Вот здесь, именно здесь отъел. Греемся, ныряем в Волгу. Ребятки. Волга, матушка. Заходи лучше. Подогрите, вот так. Блин. Печка, кстати, офигительная. Просто печка-бомба. Я даже не думал, что она такая круглая. Ну вот это тюнинг, да, вот в виде этих? Да, вот эти две порцунки, куда подаешь, мелкодисперсный пар. Пушка вообще. Это, кстати, ребята подарили. Раилю. Ну, вернее, они подарили мне, а я подарил Раилю. Поэтому я на ребят оставлю ссылочку обязательно. Кто хочет классную печку недорогую, ссылочка в описании. Холоднючая! Как мы нырять-то будем? Ёшки-кот! Хорошо. Банька – это то, что нужно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Тorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Все, сейчас пока собираемся, все готово, сейчас приходится до конца. Опа, у меня по-моему что-то есть, да. Давай, зови маму и папу, не знаю, что-то здоровое, щука здоровая, а не, это сом, Кася сама взяла, да, смотри. Так, ну что, у нас сомик на нахлость. Вот на такую приманочку, причем мы пытались щуку поймать, а поймали сомика небольшого, конечно же отпустим его. Вот смотрите у него какое пузо, наедается сейчас. Когда сом вырастает килограмм до 10, у него уже нет внешних врагов, так сказать. В пищевой цепочке он на самый верх поднимается. Его только может съесть более крупный сом, но 10-килограммового уже практически невозможно съесть. Поэтому он начинает жрать все, что есть в округе. Когда добывает крупного сома, это очень помогает водоему очищению, потому что он очень много, каждый день по несколько килограмм, там несколько десятков может килограмм съедать рыбы. Потому что он ночной, он плавает ночью и жрет спящую рыбу. В общем, отпускаем. Надеюсь, он в пищевой цепочке будет в топе, и мы когда-нибудь с ним встретимся, как с трофеем для подводной охоты. Пока-пока! Поймал, отпусти! Мана-Процикл Мана-Процикл Мана-Акадер Нормальный проток границ Да, да. Мы не пройдет рыба, да. самое неприятное что может случиться это одевание гидрокостюма на самом деле достаточно тепло вот зимой я уже назову 05 не нырял зиму и упить легче неудобно удобно они сделали что такие видишь поступающие сетей он здесь мелкий Субтитры сделал DimaTorzok Выстрелил для того, чтобы проверить ружье. Вот такой хорошенький. Больше сейчас стрелять не буду, по словам стараюсь поснимать. Это вот заберем на уху. Если будет что-то очень крупное, то, конечно же, постараюсь добыть. А так рыба нам не сильно нужна. Мы не голодные. Просто вот сварим уху с одного сазанчика вот такого небольшого. Пятикилограммового. Смотрите, какой красавчик. Ох, хороший. То есть охота проходит на ось от терпения. Чем больше терпеть, тем крупнее сазаны идут. Я не очень терпел, просто увидел более-менее стрелять длинную. Размер и взял его. Субтитры сделал DimaTorzok Чем дальше я ухожу в проток, тем меньше рыбы. Либо потому, что сейчас уже обед, и она перестала просто идти. Либо у меня была самая удачная позиция в самом начале. Поэтому буду потихоньку обратно подходить. Нормально. Побольше нас, чем у меня. Такие красавчики вообще. Сазана было очень много. Я прям пропускал парки за парки. Можно было целый кукан набить. А сейчас был сазан? Нет. У меня пропал тоже. А пацаны кричать начинают, сразу сазана погладает. Ребята, подъехали на катере, начали разговаривать, сразу сазана нет. Пошли. Завели мотор, уехали, раз поплыли сазаны обратно. Ага. Полезли вылазить, что у хубок посварим. Не, я его не видел там далеко. Сазанчики какие, красавчики. Миш, ты молодец. Рыбы много очень. Особенно в самом начале, когда тишина была, рыба была просто до семи сетая, на восьмую секунду уже идет стая. Реально. Можно было целый кукан, но порой вообще нет. Мы взяли друзей с собой, которые нам, во-первых, не дали выспаться, Уж два дня подряд не дают. А во-вторых, они еще приезжают на рыбалку, бухают, орут и все пугают. Какой прикол этого вообще понять не могу. Так сегодня в катерах есть. У вас есть такие же друзья? Хороший салат. Вот именно такая охота классная, когда не нужна рыба, не нужна. Когда ты просто созерцаешь вокруг себя природу, красоту, медитация лежит. Почему? Одного на уху. И сверху кривь. Билеты до Майами. И думаешь, вот суки, весь кайф обломали. Но ничего, по крайней мере минут 15 у нас было, пока там сбрасывали Болдышева. Поэтому мы успели. Я выстрел сделал, там не знаю, секунд через десять. Я лег. Как лег? Да, сразу подошел крупный. Я его взял, думаю, хоть посмотрите кружье. Оно год не стреляло, она сквозь его прошила. И все. Дальше таких еще много было, но что и смысл стрелять. На уху взяли и хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, отправляемся. Впервые встали в шесть утра. Города такого не было. На нас это не похоже. 5.30, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Капец, мы встали полшестого, ехали два часа сюда. Приехали и вода мутная, ветер дует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это уже хороший знак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то неправильная рыба! Не клюет. А здесь же течение, да? Херачит еще. Нам намного интереснее будет ловить на проспекте сейчас, там бы хоть подврачная вода. Поехали? Поехали. Валай, кляет? Ержан. Ержан, давай. Они говорили надо проснуться пораньше. Самый клевший с утра. Ну ладно, что ты, б***ь, стышь, когда клевый. Ты что, по пиву? А мне нравится. Пока ничего не поймали, не можем найти место подходящее. Везде высокая вода из-за того, что сейчас весна, вся рыба в камыше и у нас ничего не клюет вообще. Но мы сейчас обязательно поймаем, да? Я с нашим везением в это не особо верю. Да, давай. Я с нашим везением. Я с нашим везением. С рыбалкой нам не повезло, не клюет, там давление и прочее, но всегда выручает подводная охота. Будем варить уху, а что еще делать? Отдыхаем на природе, погода супер, солнце, жара. Это Астрахань. В общем, сейчас задача сварить уху, поесть настоящую Астраханскую уху. Знаете, чем она отличается от любой другой ухи? Потому что она прозрачная. Сейчас покажем вам рецепт, как ее варят. Если хотите, можете также дома повторить, потому что это невероятно вкусно. Мне больше всего нравятся именно Астраханскую уху. Многие делают там со сливками, со всякой фигней, вот там непрозрачная, еще что-то. Это все не то. Это максимально полезно, максимум рыбы, максимум костей и в общем всего. Мы с головами, ну сейчас все покажем. Саша, почему мы рыбу чистили и там, а оказались здесь? Потому что мы офигели, что сегодня. Вчера была примерно такая же погода, только с облаками. А сегодня ушли облака и жара 35. То есть невозможно. А вот мы приехали найти зенек, сейчас здесь уху будем готовить, потому что там было очень тяжело, просто даже сидеть. Одну козгут берется. Рэй, ты эти ножовки... Множик жесткий, да. Только ногу не покажут, которые... Нет, заходите, камеру переворачивайся. Ну, короче, кораблик у меня, гости приехали с Воронежа. Ну и, короче, ребята, ушли нырять. Я прибрался, выхожу по лодке, по катеру. Маску одеваю, ласт одеваю, раз. Чет-то плаваю, плаваю, смотрю, все поднимаются потихонечку, повернулись там, ну и подхожу к кораблю обратно, подплываю под корабль. Просто смотрю, блин, вот подкова. Обычная подкова, короче, ну как старинная такая, знаете, те времена. А ты же рассказывал историю, там же был какой-то ход раньше. Раньше по льду за рыбой ходили, знаете, лошади, короче, то есть, ну гнали по льду, колёд острый, лошадей с повозками, то есть, гнали с санями, там, всеми делами. Забирали рыбу, как-то привозили, то есть, ну вот, естественно, получается, лошадь утонула, где-то провалилась, был подмыв, скорее всего, она провалилась, утонул, погибла, то есть, и от неё осталась одна эта подкова. В том числе я её заберу, поверну на кораблик, на фортуру, вообще огонь будет, то есть. Да, чтобы тоже потонул. По-любому, не знаю, ну что-то, по-любому, да, должен же быть, по-любому, подкова должна быть, наверное. Да, да. Ну хорошо, я руками не взял её, гарпном, раз, тык-тык, раз, что-то мягко, я не пойму, раз, тык-тык, мягко. Прямо точно подкова, даже эти видно. Ты её на гарпун? На гарпун раз поднимал, бля, она разваливается, я говорю, бля, оказывается, друган, просто сел на катере, насрал сверху, с катера вниз. Она в форме подковы, вот её вовлю подковы, да, со всеми узорами. Будь другом, братан, будь другом. Хорошо руками не взял, гарпуном поднял. Будь другом. Вот, друзья, добыли сазаны, сегодня отправили Русю на охоту, он нам встретил три сазана, небольших килограмм, по 4-5, и варим уху. Как вы говорите, астраханскую уху, смотрите, берём, закладываем, то есть чищем рыбу, всё выкладываем в казан, сразу кладу лук, я кладу, как правило, целиком лук, вот, сразу водички наливаем, и всё доводим до кипения. Всё закипает, затем мы уже добавляем туда картошечку, картошечка доварилась, лаврового листа, перца, соли, и закрываем крышечку. И так томим минут 20. Посмотрим, что у нас из этого получится, должно всё получиться хорошо. Сегодня обязательно накормим Сашу Болдушеву, нашего друга, сазаним глазом. Так как он добыл у нас вчера сазана, первый раз в подводной охоте, он по традиции должен попробовать, он тоже попробовать, я должен съесть голову сазана. У нас говорят, так, кто не ел голову сазана, тот не был варстрыганик, то есть он будет у нас съесть голову сазана, это съесть глаз обязательно в этом включается, то есть мозг сазана, щёки сазана и язык сазана. То есть, ну, полностью будет ему комплект, сейчас всё сделаем. Рыбу убираем, голова самый лучший навар с неё. Этим отличается астраханская уха, то, что выкладывается всё отдельно, мясо отдельно, бульон отдельно, и каждый, то, что ему нравится, то он и берёт там картошечку. Да, и в этом прикол есть, что вы получаете бульон, и всё, что хотите, там рыбу себе положить, картошечку, там морковь, кто что любит, а можете просто бульон. Я люблю бульон, поэтому астраханская уха самая топовая, бульон такой, что ложка будет стоять утром. Посмотрите, как мясо вывалилось, Дань. Мы сейчас сделали больше акцент на сам бульон, как Саша. Мы сам бульон, да, делали. То есть, на саму уху, да, поэтому вывариваем мясо по полной. Прям как у этого арабского. Да, 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 да. Сейчас солью посыпем красиво. Костя, отдельно. Ты умеешь же посыпать? Конечно, всё. Ребята, вот эта река нам дала вот такой продукт. Это называется натюрель. Сазан, картошечка, помидорчики. Ай. Это всё божественное, божественное. Сейчас мы это будем кушать. Парни лукшица. О, пол чашки справа. Пахнет только вкусно. Ты много не наливай, а вот так... Сорян. Ты же боксом не занимался? Это закончится. Буфа наставила на боксерку. Давай посадим, Раэль. Рюмочку, 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 рюмочку водочки. Есть хлеб в рюмушке? Там будет роговица, её, короче, надо будет выпрынить. И будет шарик сам, то есть она сама глазняется. Раэль, ты забыл саму историю рассказать, главное. Для чего мы... Зачем мы едим глаз сазана? Да, смотри, если, допустим, ты съешь право глаз сазана, то ты будешь лучше видеть мутники, понял? Если ты съешь язык сазана, будешь понимать, о чём они там говорят. С ними шушаться будешь. Да, если съешь мозг сазана, будешь уже понимать, там, что какие движения, где-то там в камышах, в воде, что как... Но главное не ешь рот сазана. Раэль. Парни, наливайте, наливайте! Давай, давай, снимай! На жирней, жирней, поздай! Вот, ты, моё! О, боехали! Вот так мы паркуемся по-астрахански. Приезжайте к нам в Астрахань. Отдыхайте. Или это шторм? Вот секунду назад было чистое небо. Офигеть! Это песчаная буря идёт, друзья. Удивительно! Только что я тебя разбудил, ты выбежал, слепило солнце, и тут он просто происходит, просто жесть. А, Silent Hill мне напоминает, точно, да? Я такого ни разу не видел. Ну как, поднял он с этим вообще, даже я в Астрахань живу, да, но... С камыша? С степей поднял и... Откамни? Что, парни, убегаем в бункер? Да. В бункер. А есть, да? Бомбеубежище? Сейчас откопаем. Сейчас откопаем. Так, ну что, подходит очередная поездка в Астрахань к концу. Грузим вещи, едем в аэропорт и улетаем домой. В этот раз всё было максимально, как обычно, качественно, да, Тимур? Очень качественно. Рыбалка, охота, да, всё было по кайфу. И отдохнули, в общем... Самое главное, отдохнули, да. Зарядились энергией, и теперь можно год работать, как минимум, да? Максимально. А, Иль, а что, мы все влезем или по очереди? Что, тоже, что ли? Верния встретится, как в Астрахань, а сейчас живём в Астрахань к в Астрахань. Как всегда было. Давай, Санёк. Ой, ну что, отчаливаем? Вот ты малочка даёшь. Да, Сань. Переправа, переправа. Бево, берег, небо. Трёх дней санёй нам оказалось достаточно. Я думал, что можно было после понедельника уже уезжать отсюда. Я, ну, я кайфово съездил. Садана стрельнул, рыбу половил. С пацанами пообщался, посидел. Всё хорошо. Курю песчаную посмотрел. Смотрите, курю, реально мы увидели песчаную курю. Первый раз в жизни. Давай, Раэль. Ладно. Ну, там посмотрим, решим. Спасибо, брата. Давай, всё. Давай, бро. Рад был видеть. Спасибо, Раэль. Всё красиво. Калёк, давай, мой друг. Давай с нами. Раэль. 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 Продолжение следует...